Привыкать к новому месту обитания оленям-моралам придется недолго. Так говорят сотрудники Самарского зоопарка, которые целый год ухаживали за благородными парнокопытными. Животные долгое время выступали в одном из российских цирков. Когда номер с оленями исчерпал себя, дрессировщик отдал морала в питомник, где им было тесновато. Теперь животных выпустили в просторный сафари-парк. После того, как моралы оказались на природе, сразу же поспешили знакомиться со своими новыми друзьями. Расставаться не грустно, расставиться с радостью, потому что это не расставание, это возможность животных побыть в тех условиях, в которых они хотя бы примерно должны встречаться. То есть это не дикая природа, но это огороженный участок дикой природы. За год жизни в зоопарке и без того крупные животные набрали лишние килограммы. Теперь у грациозных оленей будет возможность самим составлять себе меню, питаться подножным кормом, зерном и молодыми побегами деревьев. Кроме того, новые условия помогут моралам скорректировать свое поведение, ведь не все из них обладают покладистым и спокойным характером. Кушали они у нас хорошо, как вы видели, плотные, достаточно упитанные. Кушали фрукты, овощи, овес кушали, сухарики кушали разные. Вели себя, ну опять же говорю, Алма достаточно спокойная у нас была девочка, то есть вполне можно было ее и погладить. А Лада нервная, постоянно фыркала, пыталась бросаться, так скажем, угрожала всячески. Вот, вредная девочка, в общем. Сафари-парк в поселке Формальный создавали именно для содержания редких видов животных в природе. Огромную территорию в 60 гектаров оградили забором, установили кормушки и поилки, а также заготовили сено на зиму. Сейчас здесь живут пони, лошади Пржевальского, олененок и лосиха. В будущем к новым постояльцам хотят подселить айгаков, верблюдов, лам и гуанака. Для жителей гостей региона будут проводить экскурсии, а ученые смогут заниматься исследовательской деятельностью. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин